И на эту сцену я приглашаю под ваши, конечно же, аплодисменты Романа Дмитриева. Добрый вечер. Всем отличного настроения. Я рад, что нахожусь на этой сцене, на этом мероприятии. С 10 лет я начал писать сказки, но потом заинтересовался поэзией. И когда увидел, что моя мама, сестра и дедушка пишут свои произведения и стихи. Сегодня я вам прочитаю свои шуточные стихи про кошку стихи и про карантин. У меня есть замечательная кошка Мася, и я ей посвятил эти стихи. Кошка на полу лежит, рядом молоко стоит. Но увидела мышонка, погналась за ним вдогонку. Съесть мышонка не смогла. Пожалела и ушла. Но сосиски манится, словно пахнет вкусным мясом. Съесть сама все не смогла. И мышонка позвала. Кошка у печи лежит, розетка рядом барахлит. Кастрюля на плите стоит. Молоко уливается, а сестра ухмыляется. Подоконник вытираю, а на нем цветы. Кошка разбросала все мои труды. Когда я пишу картины, мне иногда приходит в голову стихотворение. Вот один из этих стихов. Я рисую на холсте разные фигуры. Рядом тряпка на столе, чтоб стереть меня и тюры. Следующее стихотворение. Ленивец. Ленивец наверху висит. А я стою внизу. Так хочется потрогать. Но я не дотянусь. Следующее стихотворение я бы хотел посвятить тому дню, когда мы сидели все дома на карантине и ни с кем не виделись, не встречались. Но, слава Богу, это все закончилось, хотя и не до конца. Но зато мы можем встречаться с друзьями и с близкими. Карантин. Мы дети живем в этом мире. А с марта все дома сидим. Непонятное происходит на улицах. Ковид блуждает по ним. Взрослые бродят в масках по городу. Штрафует полиция тех, кто не в них. Мы учимся дома. С друзьями не видимся. В школу не ходим. В стране карантин. Спасибо. А твой шанс и ты звезда.